Глава девятая. Прощание с домом. Я проснулся от того, что кто-то довольно-таки нелюбезно пнул меня в лодыжку. В чем дело? Ритка, сколько можно повторять? Но это была не Рита. Надо мной склонился невысокий, растрепанный мужичок, чья розовая лысина ярко блестела в лучах вечного солнца. А дутловатое лицо и пухлый красный нос красноречиво указывали на то, что его обладатель был профессионалом в области дегустирования и употребления крепких алкогольных напитков. — Галина, где? — резко спросил он, буравя меня взглядом пары злобных маленьких глазок. — Где-где? — Спит, наверное, еще. Не говоря больше ни слова, Грубьян повернулся и пошел к хижине. Я проводил его изумленным взглядом. Больше всего ранний визитер напоминал бродягу, ищущего опохмела. — Эй, на борту! — хрипло прокар колонн и замолотил кулаком по двери. Пару минут спустя послышались взмущенные вопли, а еще через минуту недовольная Галина появилась на пороге. — Какого черта ты приперся так рано? — возмутилась она. — Что значит, какого черта? Мне что здесь не рады? — ряфнул гость, входя внутрь. Хозяйка всплеснула руками, с подозрением глянула на меня и поспешила следом. Впрочем, не прошло и тридцати секунд, как на улицу пулей выскочила Танька, протирающая на ходу заспанные глаза. Похоже, она вернулась домой уже после того, как я лег. — Интересно, где ее носила? — Доброе утро, — сказал я. — Как спалось? Мрачная, словно туча, доверху набитая отборным градом феечка, подошла и уселась в своей любимой позе, скрестив ноги. Помолчали. — Ты видел его? — наконец спросила она. — Этого забулдыгу? — Моего нового папочку! — яростно ответила девушка, и ее лицо исказила судорожная гримаса. Я вздрогнул. — Ты, надеюсь, шутишь? — Нет! — Погоди, но как же так? — Просто. Говорила же, что за мамашку не выйдет ни один приличный мужик. — Да, но это как-то уж чересчур. Как его хоть зовут? Таня закрыла лицо ладонями. — Геонтер. — Мерзкий ублюдок. Ненавижу! — Вы его знали раньше? — Ага. Он познакомился с отцом, когда тот работал у Роберта. С самого начала крутился ужом, проходу не давал. Не пойму, что мать в нем нашла. Я как чувствовала, что этим все закончится. — Ну, может, еще обойдется? — Нет! Думаешь, она меня вчера просто так к Рябиновичам отправила? Знала змеюка, что могу сорвать помолвку. — Так ты полетела? — Полетела, но опоздала. — А свадьба? — Какая свадьба? — Этот урод еще больше жмот, чем она. Подписали контракт, зарегистрировали в Ратуши, заплатили пошлину. Все! — Так они уже? — Да. О чем и разговор? — Плохо. Таня всхлипнула с тоской, посмотрела на меня. Затем решительно вскочила. — Ладно, хватит. Мои проблемы — это мои проблемы. — Лучше скажи, ты собрал вещи? — Да, еще вчера. — Отлично. Тогда тебе стоит уйти прямо сейчас. — Ну, попрощаться? — Она поморщилась. — Брось. — Или хочешь, чтобы эта парочка выставила счет за проживание и еду? — Они могут. — Давай, пошли. Отнесу тебя в город. — Спасибо. — Бери шмотки, иди за хижину и жди там. — Я сейчас. — Повесив лучемет на плечо, взяв мешок, в котором лежали мои армейские ботинки, я вышел из-под навеса и, обогнув амбар, подошел к обрыву. Минуту спустя появилась Таня, держа в руках круглый тяжелый сверток. — Запихни пока в мешок. — Ага, спасибо. — Ну, готов? — Да. — Оставив за спиной зеленые луга фермерских домов и мрачные трущобы доков, мы пронеслись над городом и опустились на одну из многочисленных посадочных площадок. Позже я узнал, что закон запрещает горожанам взлетать и садиться прямо на улицах в избежание столкновений и травм. Нарушители платят солидный штраф, следящим за порядком патрульным, которых здесь называют гражданскими аэроинспекторами или просто гаишниками. — Прибыли, — сказала Таня. Полет, как всегда, улучшил ее настроение. Мы покинули площадку и ступили на деревянную мостовую улицу. — Запоминай, это место называется Торговым кварталом. Здесь самые лучшие магазины в городе. В доках все дешевле, но и качество соответствующее. Есть, правда, еще круглая площадь, но то местечко только для богатых. Цены там... ой, я таких чисел даже не знаю. — Понятно. Я с любопытством огляделся по сторонам. Улица, на которой мы стояли, естественно, очень сильно отличалась от тех, к которым я привык. По сути, это была цепочка островов, соединенных между собой узкими деревянными мостками без перил. По обеим сторонам шли широкие приземистые дома, плетеные стены которых выглядели еще более хлипкими, чем стенки Танины хижины. Грузоподъемность острова не бесконечна. Слишком тяжелый дом может просто-напросто утопить своего носителя. Именно по этой причине хозяева недвижимости платят налог муниципалитету не за площадь, а за общий вес постройки. — Смотри внимательно. Тут лавки в каждом доме. На вывесках нарисованы картинки, объясняющие, что к чему. Разберешься? — Если не пойму, то прочту. — Ах, да. Я забыла, что ты грамотный. Таня тяжело вздохнула, несколько раз по привычке дернула себя замочку уха, затем показала на мешок. — Достань, пожалуйста, то, что я тебе дала. — Забирай. — Нет, ты не понял. Это теперь твое. Посмотри, что внутри. — Что значит твое? — проворчал я, разворачивая сверток. Внутри лежала тыковка. Камень, найденный Ритой. — Это значит, что если моя мамочка жадина, еще не обязательно, что я такая же. — Прекрати, я не могу его забрать. Если не возьмешь, то он прямо сейчас отправится в пропасть. Но, Таня, не спорь. Ты спас нас, когда напали дикари, вкалывал, как проклятый на поле, помог поймать новый остров. Мы вот-вот расстанемся, и мне не хочется, чтобы ты думал, что наша семейка сплошь состоит из одних скупердяев. — Галина может обвинить меня в воровстве. — Никогда! — рассмеялась девушка. — Я сама ей все расскажу, когда вернусь. Но если она донесет властям... — Десять раз нет! Когда таможенники досматривали имущество, мамаша ничего им не сказала про большие камни, только мелочь показала. Помнишь, мы же сами прятали их в сарае накануне. Ну да. Если власти узнают о контрабанде такого размера... Ой, тут одним штрафом дело не обойдется. Запросто могут отрезать от дома кусок. Третий или даже половину. — Ого! А ты как думал? — Но она может устроить тебе веселую жизнь в полете. Пусть только попробует. В конце концов, я уже взрослая. И все равно это плохо. — Прекрати! Она топнула ногой, подлетела сантиметров на пятнадцать и, приземлившись, решительно зашагала к одному из зданий. Это мечта Рудокопа. Самая лучшая лавка, где продают и покупают камни. Пора превратить тыковку в деньги. Хорошо, сдался я. Но ты напрасно беспокоишься. Мне есть, что продать. Знаю. Но лишние шпалы еще никому не вредили. Обменяв кусок базальта на внушительную кучку деревянных брусочков, мы вновь оказались на улице. — Теперь ты довольна? — Ага. Буду спать спокойно. Осталось только отыскать для тебя жилище. И я отправлюсь домой с чистым сердцем. — Давай вернемся в доки. Там есть дешевые комнаты. — Нет. — Что нет? — Больше никаких дешевых комнат. — Я всю жизнь мыкался по казармам и чужим углам. Хочу нормальный дом, а не гамак в ночлежке. Таня посмотрела на меня и вновь потерзала свое многострадальное ухо. — Как хочешь. Ты сам себя хозяин. Знаешь, где здесь можно снять приличное жилье? — Знаю. Пошли тут недалеко. Мы двинулись в путь. Удивляюсь, как местные могут ориентироваться в этом лабиринте. Впрочем, если не ходить и летать, то сверху все выглядит гораздо более понятно. Тем более, что надписи и вывески закреплены не только на стенах, но и на крышах. Но моя спутница больше не захотела подниматься в воздух. Наверное, потому что ей до смерти надоело меня таскать. Возможно, причина была в чем-то другом, не знаю. Так или иначе, но минут через пятнадцать мы вырулили на узкую чистую улицу, где не было лавок и праздно шатающейся публики. Похоже, что здесь. Немного неуверенно сказала Таня. Ага. Я огляделся по сторонам. Дома были добротными и чистыми. То, что надо. Смотри на флажки над дверьми, посоветовала девушка. Если висит красный, значит свободных комнат нет. Если зеленый, понятно. Мы миновали несколько зданий, и я остановился около симпатичного дома, над дверью которого развивался зеленый флажок. Зайдем сюда? Иди один. Я подожду на улице. Пошли? Нет! Она упрямо прошлепала несколько шагов и уселась на краю острова, свесив ноги вниз. С чего ты вообще решил, что мне интересно, как выглядит твоя будущая холопа? Извини. Хочешь совет? Давай. Когда хозяин назовет цену, смело снижай наполовину. Он, конечно, начнет стонать и ругаться, но ты не уступай. Помнишь, как я торговалась в лавке? Да уж. В какой-то момент решил, что вы подеретесь. Правильно. Так и нужно. Если проявишь твердость, сможешь скинуть четверть, а то и треть первоначальной цены. Ого! Здесь иначе нельзя. Давай, действуй. Я тебя подожду. Тогда отдыхай. Я подошел к двери и решительно забарабанил дверным молотком. Хозяин оказался невысоким, круглолицым человеком с хитрыми, плутоватыми глазами. Он с изумлением уставился на мою необычную одежду, но быстро пришел в себя и улыбнулся самый приветливый из всех фальшивых улыбок. Что изволите, молодой человек? Вы сдаете комнаты? Да, разумеется. У меня есть свободная комната, к сожалению, одна, но уверен, вам она понравится. Прошу, проходите. Комната и правда оказалась славная. Большая, светлая, чистая, не перегруженная бесполезной мебелью. В ней было все, что необходимо для жизни. Широкая кровать, большой стол, три стула, шкафы и этажерка. Да еще в углу находилась душевая кабина, отгороженная ширмой. Она-то и добила меня окончательно. Ну, скучающим тоном протянул я. Конечно, не тот уровень, к которому я привык. На столешнице пятна, у шкафа потрескалась дверца, кровать. Кровать не продавлена, но низковата. Сколько вы хотите за это убожество? Восемьдесят щапок в день. Невероятно, любезный. Как вы еще не прогорели с такими запросами? Сорок и не щапкой больше. Хозяин всплеснул руками. Я не потерплю такого безобразия. Идите в доки, молодой человек. У меня приличное заведение. Всего доброго. Я улыбнулся и двинулся к двери. Хозяин догнал меня на пороге, схватил за рукав и завел долгую историю о своей тяжелой жизни. Мое опрометчивое предложение явно разбило его благородное сердце. Бедняга пояснил, что, взяв меня на постой за столь смешные деньги, он вынужден будет отправиться побираться на улицу все свое многочисленное семейство. Двадцать минут спустя мы сошлись на пятидесяти щепках и у меня сложилось твердое убеждение, что поторгуюсь я еще минут десять, цена сократилась бы до сорока пяти. Заплатив за десять дней, я получил ключ от примитивного деревянного замка и квадратный жетон из застывшей смолы. С этим жетоном мне следовало не позже завтрашнего дня явиться в управу при ратуши и, заплатив пошлину, зарегистрировать свое пребывание в городе. — Вы точно обещаете, что здесь нет никаких кровососов? — грозно спросил я, указывая на кровать. — Если найдете хоть одного, я съем его в вашем присутствии! — взвыл обиженный хозяин. Бросив на кровать свой немудреный скарб, я вышел на улицу. Таня сидела там, где раньше, маленькая, поникшая и очень грустная. Подойдя ближе, я заметил, что она медленно гладит гильзу и тихо всхлипывает. У меня сжалось сердце. — Все в порядке, комната моя. — Хорошо, — тускло ответила она. — Ты так и не сказала, когда вы улетаете. — Думаю, что послезавтра утром. — Так скоро? — А что тянуть? Сегодня мать и Гюнтер будут разбираться с Рябиновичами. Завтра день покупок, затем в путь. Не забывай, что каждый день стоянки в доках обходятся в шпалу. — Послушай, может ты... — Прощай! — Она резко вскочила. Крепко обняла меня, поцеловала в губы и стремительно ушла в небо.